Всем привет, дорогие друзья! С вами Гаянея, и я рада вас приветствовать на моём канале, где мы вместе изучаем французский язык. Сегодня мы с вами встречаемся в рубрике «Читаем вместе». Читать мы с вами будем коротенький рассказ. Не полностью, но частично. И перед тем, как поговорить о рассказе, приступить к чтению, напомню, что те, кто хотел бы поучаствовать во втором потоке моего курса «Французский по фильмам», это курсы, рассчитанные на средний уровень B1, вы можете заполнить анкету, оставить свои данные. Ссылка находится внизу, в описании. И когда мы будем начинать второй поток, я оповещу вас заранее, если захотите, в нём поучаствовать. Более подробно о курсе по фильмам, чтобы понять, подойдёт он вам или нет, вы можете узнать тоже по ссылкам в описании. Там будет ссылка и на мою презентацию этого курса, и также на сайт, где кратко есть описание курса и ответы на самые часто задаваемые вопросы. Что касается нашего чтения сегодня, мы будем читать рассказ «Л'Окар étранж» de Monsieur Bonneval, «Странный случай» в Monsieur Bonnevalе. Рассказ, написанный французским драматургом Pierre Chen, Pierre Chen, написанный рассказ. Не самым простым языком, тут мы увидим литературные спряжения, время после сампли, то есть не очень сложный рассказ на самом деле, но и не самый простой. Мы с вами прочитаем начало и продолжение, учитывая, что рассказ маленький, он тут буквально с шести страниц состоит, я сделаю общий PDF-документ и скину полностью этот рассказ в нашу группу, вернее, в наш канал Telegram. Те, кто хочет почитать до конца, у вас будет такая возможность. Итак, давайте начнем «Л'Окар étранж» de Monsieur Bonnevalе. Странный случай, Monsieur Bonnevalе. Ce jour-là, в тот самый день, не более чем в прошлые дни, Monsieur Bonnevalе не представлял никаких тревожных симптомов. Если что, слово «enquietant» это тревожный, и есть слово «une inquietude» это тревога, переживание, и глагол «s'inquieter» это переживать. Например, «je m'inquiète pour toi», «я переживаю за тебя». «Не t'inquiète pas, тут ira bien», «не переживай, все будет хорошо». Ну и тут как бы «un symptôme inquietant» это тревожный симптом. Monsieur Bonnevalе в тот день не представлял никаких тревожных симптомов, не проявлял никаких тревожных симптомов. Il s'était levé le matin fort Gaillard, avait travaillé à son bureau comme à l'ordinaire, et venait de se mettre à table avec appétit. Il s'était levé le matin fort Gaillard. Он проснулся до этого, это время plus que parfait, да, дальнее прошедшее. Он до того, как сел за стол, он проснулся fort Gaillard, достаточно бодро, бодрячком проснулся, встал, вернее, да, se levé это вставать. Утром он встал бодрячком, avait travaillé à son bureau, поработал как следует в своем кабинете, comme à l'ordinaire, ну, как это всегда и бывает. On peut dire comme d'habitude, oui, как это всегда бывает, привычно. Et venait de se mettre à table avec appétit. И вот только, только сел за стол с аппетитом. Вы знаете, конструкция venir de plus глагол означает только что что-то сделал, например, je viens de manger, я только что поел. Но мы тут видим venir de se mettre à table, глагол venir стоит во времени imparfait, это согласование времен, то есть мы скажем, что вот он проснулся, поработал, и вот в прошедшем, вот только что в прошедшем, да, сел за стол с аппетитом. Венеет de se mettre à table avec аппетит. Ничего не предвещала, скажем, да, ничего не предвещала ничто не предвещало беды, скажем так, да, ничто не предвещало того, что у него вот появится такой недуг, недуг, который ему угрожал. Глагол «менасать» означает «угрожать кому-то», да, donc «l'infirmité qui le menace» – болезнь, которая ему угрожала. «Et dans les premières atteintes se manifestèrent brusquement vers midi et demi», и первые признаки которого проявились резко, brusquement vers midi et demi, ну, к полудню, к 12.30, да, по полудню. Тут слово «дом» – это местоимение, и на тему местоимения «дом» есть отдельное видео, но я хочу напомнить вам так кратко. Один из случаев употребления, смотрите, когда в русском языке у нас есть слово «который», «которая», и впереди идут два существительных, смотрите, как, например, дом, владелец которого живёт возле меня, да, дом, владелец которого. Вот у нас в русском два существительных «дом владелец», а потом уже слово «которого». Во французском тогда, не задумываясь, вы можете ставить «дом», но ставится он в серединке. И так выходит «la maison dont le propriétaire habite à côté de chez nous», да, «дом», владелец которого живёт возле нас. Ну, или «пусть будет мужчина, жена которого бухгалтер». «L'homme dont la femme est comptable», как пример, да. И тут, в принципе, та же логика. «Ужасная болезнь, dont les premières atteintes se manifestèrent brusquement», первые признаки которой проявились резко. «Vers midi et demi», да, к 12.30, «au milieu du repas, посреди обеда», «de la manière qu'on va voir», проявились они таким способом, «de la manière qu'on va voir», которую мы сейчас увидим, да, как эти признаки болезни у него проявились за обедом, да. «Son fils cadet, riri, lui a demandé». «Его младший сын, son fils cadet», да, слово «cadet» это «младший», если мы говорим «старший», то это будет слово «ené». «Donc son fils cadet, riri, lui a demandé». «Его младший сын, riri, спросивший его следующее». Мы вполне можем сказать в нормальной речи «Son fils cadet, riri, lui a demandé», спросил у него. Но тут у нас стоит такая достаточно закрученная форма. Это прошедшие герундии. Ну, в общем, надеюсь, что по смыслу понятно, мы можем просто сказать «lui a demandé». «Di, папа, quand donc que tu m'achèteras mon bateau?» «Скажи, папа, когда же все-таки ты мне купишь мою лодку?» Ну, или корабль. «Di, папа, quand donc que tu m'achèteras mon bateau?» «Monsieur Bounval lui répondit en montrant le plat. Monsieur Bounval ответил ему «lui répondit». Глагол «répondre» тут стоит «fassé simple», как в завершенном литературном времени. «Monsieur Bounval ответил ему en montrant le plat, показывая на блюдо». Глагол «montrer» вы знаете это «показывать». И тут он как бы в герунде. «Что делаю я?» «Показывая». Если у вас есть вопрос «что делаю я?», вы тогда смело ставите глагол в форму герундия. И это «en montrant le plat», «показывая на блюдо». «Tu vois bien, que ce n'est pas un gâteau?» «C'est un ragu de mouton». «Tu vois bien?» «Ты же хорошо видишь, que ce n'est pas un gâteau?» «Что это не торт?» «C'est un ragu de mouton». «Это ragu из барашка, баранины». Обратите внимание, мальчик спросил про «bâteau». А отец ему отвечает про «gâteau». Это похожие слова, то есть, видимо, отец не расслышал. «Bâteau» – это корабль, «gâteau» – это торт. «Мадам Бунваль» посмотрела на своего мужа с удивлением. Вы тоже видите глагол «regarder» во времени passé-самплу, в завершенном прошедшем. «Elle avait parfaitement compris la requête de Riri». «Она до этого уже прекрасно поняла требование Riri». «Мы тут видим «plus que parfait» время. «Elle avait parfaitement compris», то есть, «do» этого она с первого раза поняла прекрасно «la requête, требование, просьбу». Слово «requête», я думаю, вам знакомо из 90-х. И, соответственно, это французское слово, это как «la demande», «la requête de Riri», «требование Riri», «dont la prononciation était nette et la voix persante». «Она прекрасно поняла требование Riri, произношение которого», и мы опять видим тут «don» по той же логике, да, «мальчик, произношение которого», то есть, «Riri», произношение которого, «Riri», «дон» «la prononciation était nette, была ясна» и «la voix persante», «а голос был звонки». «Tu as sans doute du coton dans les oreilles», demanda-t-elle. «У тебя наверно осталось ватт вушах». «Tu as sans doute du coton dans les oreilles», demanda-t-elle, спросила-на, «кар М. Бунвал, pendant l'hiver, recourait parfois à cet expédient pour se prémunir contre les rhumes». Спросила-на, потому что M. Бунвал во время зимы, pendant l'hiver, recourait, прибегал, parfois, иногда прибегал à cet expédient, иногда прибегал к этому способу, к этому средству, pour se prémunir contre les rhumes, ну, чтобы предотвратить насморк, скажем так, да, чтобы обередить насморк, чтобы уберечь себя от простуд, да. «Le rhum» — это вообще насморк, ну, тут от разных простудных заболеваний, скажем так. «Pas de réponse». Никакого ответа не последовало. «Elle répéta sa question». «Она повторила свой вопрос». Опять «repeter» — вы видите тут, в passé simple, да, времени. «Она повторила свой вопрос». «Мем silence». «Та же тишина». «George, est-ce que tu m'entends?» «George, ты меня слышишь?» «Папа, мама te parle». «Папа, мама с тобой говорить». «L'interpellé, fort occupé dans son assiette, leva tout d'un coup la tête pour observer un rien. «L'interpellé, apprachevаемый», да, то есть этот monsieur Bunval, есть такой глагол «interpellé quelqu'un», это допрашивать кого-то, опрашивать, ну, и тут как существительное, «apprachevаемый человек». «Fort occupé dans son assiette», сильно занятый в своей тарелке, то есть он был полностью погружен в свою тарелку, да, «leva tout d'un coup la tête, резко поднял голову». Вы видите «lever» — глагол опять в passé simple, в завершенном литературном времени, да, «резко поднял голову pour observer un rien», чтобы рассмотреть все, что вокруг, при этом смеясь. Глагол «observer quelque chose» или «observer quelqu'un» — это рассматривать кого-то внимательно, ну, слово «обсерватория» вам тоже знакомо, да, мы рассматриваем внимательно. «En rien» — смеясь при этом. И вот что он сказал. «А, ça, vous avez donc tous avalé votre langue ce soir?» «А, надо же, значит, сегодня вечером вы все проглотили язык». «Avaler la langue», «проглотить язык», глагол «avaler» означает «проглатывать», есть во французском тоже такая фраза, как «вы что, язык проглотили?» «Вам нечего сказать?» «Вы, vous avez tous avalé votre langue ce soir?» говорит он. «Не parlez pas tous à la fois!» «Не говорите все одновременно!» Ну, то есть он говорит эту последнюю фразу с иронией. Мы понимаем по его реакции, что он вообще не слышит, что говорят вокруг него, да. «Вы что, сегодня все язык проглотили вечером?» «Не говорите все одновременно!» «Мон Dieu, il est sourd!» «C'est qu'il y a douloureusement, madame Bounval!» «Боже мой, он же глухой!» «Il est sourd!» «Être sourd!» «Это быть глухим!» «Être sourd!» «Быть глухой!» «Да, вот, кстати, слово sourd!» «Перевод!» «Теперь вам уже понятнее корень этого слова!» «Мон Dieu, il est sourd!» «Боже мой, он глухой!» «Секрия douloureusement, madame Bounval!» «Вскрикнула с болью!» «Douleur» – это «boli!» «Douleureusement, то есть с полным переживанием в голосе!» «С болью в голосе!» «Вскрикнула madame Bounval!» «Секрия!» «Опять вы видите это воспряжение passé simple!» «Georges, réponds!» «Ты es sourd?» «Georges, ответь!» «Ты глухой?» «Гениальный вопрос!» «Georges, réponds!» «Эй, ты sourd?» «Вот, вернее, так в тексте написано, тут инверсия, да?» «Georges, ответь!» «Ты оглох?» «C'est épouvantable!» «Констата son mari» «Вы me parlez, и je n'entends pas» «Это ужасно!» «Констатировал ее муж», «Заявил ее муж» «C'est épouvantable!» «Вы также можете сказать «C'est affreux!» «C'est terrible!» «C'est horrible!» «Это ужасно!» «C'est épouvantable!» «Вы me parlez, et je n'entends pas» «Вы говорите со мной, а я не слышу» «Ну, тут, кстати, тоже «Констата son mari» «Глагол констатэ, констатация, вы знаете слово» «Это глагол констатэ, заявлять» «Опять оно стоит в passé sample, как заявил, констатировал son mari» «So femme écrivi, alors quelques mots sur un papier» «Итак, его жена написала несколько слов на бумаге» «So femme écrivi» «Глагол écrire в passé sample» «Alors quelques mots sur un papier» «Написала несколько слов на бумаге» «Le malheureux ajusta son lorgnon et lui» «Несчастный, le malheureux, ajusta son lorgnon, настроил свой monocle» «Ну, то есть, как очки, да, скажем, надел очки, et lui» «И прочел» «Опять мы видим тут ajusta, глагол ajuste в passé sample и глагол lire, вы видите, как он пишется в passé sample в спражении, да? Значит, он там подправил свой monocle и прочел «Il faut consulter un spécialiste» «Нужно обратиться к специалисту» «Consulter un médecin», «consulter un spécialiste» «Это обращаться к кому-то», да? «On peut dire s'adresser», но когда речь идет о каких-то профессиональных отношениях чаще говорят «consulter quelqu'un», да? «Il faut consulter un spécialiste» «Нужно обратиться к врачу», к специалисту «J'irai demain chez le docteur Lannoy», déclara-t-il «Я пойду завтра к доктору Lannoy», заявил он «J'irai» – это уже спряжение «future sample», «будущего времени», да? «И он говорит, я пойду завтра к доктору Lannoy», déclara-t-il, заявил он в passé sample «И il écrivit en-dessous» «И он написал ниже», опять «écrivit», это passé sample, да? «И он написал ниже», «Rassure-toi», «je ne suis pas sûr», «успокойся», «я не глухой», «я не оглох». Выражение «Rassure-toi» означает «успокойся», «не переживай». «C'est la même chose presque que «ne t'inquiète pas». Соответственно, глагол «se rassure» – это успокаиваться, не переживать, и очень часто говорят «Rassure-vous», «je vais bien», «успокойтесь», «у меня все хорошо», «успокойся», «у меня все хорошо». Вот такой глагол «se rassure». На этом наше чтение заканчивается, но, как вы видите, завязка интересная, да? Значит, все-таки он слышит, но притворился при детях, что он не слышит. Можно догадаться, почему. Осталось только узнать, к чему все это приведет. Вот, как я уже сказала, для тех, кто хочет узнать продолжение и концовку этой коротенькой истории, маленького рассказа, я скину всю эту историю одним файлом в наш канал Telegram. Ссылка будет в описании, и на экране тоже она будет указана. Ну, а все спонсоры канала получат доступ к прочтенному нами отрывку с отдельно вынесенной лексикой, ну и также тоже ссылку на полный рассказ. Давайте, как всегда, в конце подытожим по лексике. Слово «enquêtant» – это тревожный, это прилагательное. Есть глагол «enquêter» – тревожить, «enquêter quelqu'un». Есть глагол «s'enquêter» – переживать, «je m'enquête pour toi», «я переживаю за тебя». Глагол «menacer quelqu'un» – угрожать кому-то, «l'infermité terrible qui le menace» – ужасный недуг, который ему угрожал, грозил. «Un bateau» – лодка, корабль, «un gâteau» – это торт. Думаю, многие из вас это знают. «La requête» – это требование. Если что, в современном языке слово «la requête» употребляется чаще в официальной лексике, когда мы говорим о каких-то официальных письмах, о датайствах, это будет «la requête». Ну, в обычной речи это «une demande», «prосьба». «Enrume» – это простуда, насморк, вернее. «Comment soigner un rume?» – «Как вылечить насморк?» «Avaler quelque chose?» – «Проглотить что-то», «Avaler sa langue?» – «Проглотить свой язык». «Etre sour?» – «Beat gluchim?» «Etre sourde?» – «Beat gluchoy?» – женский род. «Consulté un spécialiste?» – «Обратиться к специалисту». «Consulté un médecin?» – «Обратиться к врачу». Обратите внимание, что предлогов тут нет. Просто «consulté quelqu'un». «Обратиться к кому-то». На этом наш разбор закончился. Надеюсь, вам было интересно вместе со мной читать начало этой маленькой истории. Как всегда, я вас попрошу, если вам нравится рубрика «Читаем вместе», пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, и дайте мне понять, что вам интересно читать вместе. Мне очень важна ваша обратная связь. На этом я с вами прощаюсь. Еще раз приглашаю вас в мои социальные сети. Ну и увидимся в следующий раз в следующем видео. Merci beaucoup. À la prochaine sur Machen YouTube. Au revoir. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok